Идея написать картинки с выставки, такой грандиозный цикл, пришла Мусоргскому в голову после посещения выставки работ его друга Гартмана. Выставка была организована Стасовым в памяти этого художника. Очень интересно название самого цикла. Это картинки, не картины, а картинки. Это довольно странно. Но если знать, от чего отталкивался Мусоргский, то это вполне объяснимо. Это были всего лишь маленькие зарисовки каких-то предметов обихода, например, щипцы для раскалывания орехов или часы с кукушкой. Были рисунки костюмов к спектаклям или какие-то несуществующие архитектурные эскизы. Поразительно, как из такого маленького зерна родилось сочинение, которое содержит в себе бесчисленное множество смысловых слоёв. Цикл состоит из десяти пьес. Это и жанровые зарисовки. Например, «Сад Тюлери», «Соро детей в саду Тюлери», «Лиможский рынок» или «Самуэль Гольденберг» и «Шмуйли». Эти зарисовки полны необычайного психологизма и гениального дара мусоргского чувствовать речевые интонации, передавать их музыке. Есть также большая часть. Это всё-таки мистические картины. Вот я уже говорила про щипчики для орехов. Это поводило Мусоргского написать первую пьесу «Гном». Вот у Мусоргского этот персонаж страшный, сказочный, потусторонний. И он настолько раздираем противоречиями, что буквально в конце пьесы раздирает на части. Или, скажем, «Избушка на курьих ножках», те самые часы с кукушкой. Это «Баба-яга» и это кульминация всего зла в этом цикле. Или, скажем, можем сопоставить две пьесы «Балет «Не вылупившихся птенцов» и «Старый замок». Да, «Балет «Не вылупившихся птенцов» — это то, чего ещё нет, а «Старый замок» — то, чего уже нет. То есть мы опять смотрим за завесу этой жизни. Ну и кульминация этой мистики — это, конечно, катакомбы с мёртвыми на мёртвом языке. И богатырские ворота, конечно. Потому что это можно воспринимать как райские ворота, скорее. Все эти пьесы чередуются с прогулками, в которых, как сам писал Мусоргский, видна его физиономия. И действительно мы в самом начале видим образ человека, который готов воспринимать, готов отправиться в путь внутрь себя. И эти прогулки выражают реакцию автора на увиденное или служат таким переходом от пьесы к пьесе. Но в конце цикла эти темы прогулок уже внедряются в сами пьесы. Это в пьесе «С мёртвыми на мёртвом языке» и в «Окатырских воротах». Получается, что автор как бы уже находится в том пространстве. В комментарии к пьесе «С мёртвыми на мёртвом языке» Мусоргский писал «Творческий дух Гартмана ведёт меня к черепам, Взывает к ним, черепа светятся». Но, наверное, можно взглянуть шире. Творческий дух Гартмана, так же как и Вергилий ведёт тантово дух, так и Гартман ведёт Мусоргского по этому мистическому пространству. Итак, картинки с выставки. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...